Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый блог. Хочу поздравить всех с Рождеством, пожелать вам всего самого-самого хорошего и доброго в жизни. И хочу ещё поблагодарить тех людей, которые меня поздравили, особенно с стихами. Это так было, знаете, очень, прям аж к сердцу, очень-очень мне так понравилось, несколько женщин, которые вот именно стихами написали, как поздравили меня. Чё хочу ещё сказать, девчата. Было у нас Хайлиге Аббенда. Что я умудрилась сделать? Вот эта вот у меня штука вон стоит, видите? Вот она, снимать которую мне подарила моя дочь. И не только. Потом как-нибудь подарки вам сниму. У меня хорошие подарки, дорогие такие. Вот кольцо муж подарил. Серёжки красивые. Потом и на массаж мне подарили тоже муж с дочерью. И дети, и сын подарил. Хорошие подарки. Спасибо, конечно. И вот эта штука, её надо снимать с пультом. Ой, я, короче, с этим карпом приготовила всё снимать. И пользоваться ещё с ним толком не могу. А там всё надо с пультом. Я привыкла руками. Раз, 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 раз. И всё для меня это первое. Ну как, уже привыкла. Я там начала, где-то минуты четыре наговорила. Начала снимать карпа. Как я его приготовила, как чё. Вы знаете, всё горело. Я так расстроилась. Оно ничего у меня не сняло. Зато сняло, зато мне сфотографировалось 27 фоток. Зачем оно мне надо? Ничего абсолютно. Карпу и нарезала фрукты, и нарезала всё. Ничего вообще не сняло. Это вчера, Гру, у меня вообще подавленное настроение было. Ну как, готовилась и ничего вообще не сняла даже. Ну ничего. Вчера ходили в ресторан тоже. Посидели. Рестораны забиты. Штухинези ресторан там. Туркиши ресторан. И Галь, какой. Всё было забито. Всё прямо штабунами, как люди. Я говорю, даже парпаться не было. Ну негде было припарковаться. Но всё, девчата. Сегодня я вам покажу хорошее, холодное, сдобное, вкусное тесто на любую выпечку. Но мы будем с вами выпекать ёлочку. Будем выпекать ёлочку и будем добавлять туда соду. Соду добавляется, чтобы она долго не чествела. И сода, и уксус, особенно уксус, он хорошо, как любые дрожжи, поднимает. Ну, поехали. Тесто очень-очень лёгкое. Так что у меня ещё вчерашний гусь остался. Сегодня 26-е, да, уже вторник. Вчерашний гусь остался. И карпа мы сразу съели, потому что его нельзя оставлять, тем более с фруктами. И гусь, и картошечка, и всё есть. Сегодня ещё манды доделаю. И всё. И буду сегодня вам снимать. Вот ёлочки будем с вами лепить. И ещё один будет видео. Но это будет видео, наверное, выйдет завтра. Тоже с вами будем делать один десерт. Так, что нам к этому надо? Перчатки. Перчатки. Посидели хорошо с семьёй. Хорошо было, хорошо, говорю, было. Два дня гуляли. Вчера вообще как ушли гулять. Ой, очень мне так понравилось. Правда, дождик был сегодня нету. Но вчера вот был дождик. Так, а что я на это надеваю? Так, что нам надо к этому, девчата? Здесь 4 столовые ложки, буду вот так вот делать, 4 столовые ложки сахара, уберу пока отсюда муку, вот так вот. Надеюсь, вам видно. 4 столовые ложки сахара, 250 миллилитров тёплого молока. Посмотрите, даже пар идёт. Дрожжей, 7 грамм, это мы будем всё добавлять пока. Вот так вот. 7 грамм дрожжей. Всё, и больше сюда ничего не добавляем. Так. Вот, и муку. Да, муку я делаю на глаз, пускать будет 5 столовых ложек. Это так вот. Ну, я сейчас смотрю, чтобы оно было как кашица. Вот так вот. Перчаточку убираю. Я хочу просто проверить дрожжи. Сырить дрожжей тогда уже знаю, что... Ну, ещё ладно, немножко. Делаем опару. Проверяю дрожжи эти сухие. И сюда ставлю. Я хочу вам вот так вот показывать. Всё, и оставляю в сторонку. Муку я потом вам скажу, сколько точно надо. Так. Нам понадобится одно яйцо. Яйцо у меня большое. Маленькую чайную ложку разрыхлителя. Тут у меня тут сильно много, но нам надо чайную ложечку. Две пачки ванилина. Щепотка соли. И 50 грамм сливочное масло. Растопленного или комнатной температуры. Ну, теперь подождём, пока у нас дрожжи поднялась. Так. Опара наша хорошая. Поднялась. Посмотрите, как она увеличилась. Увеличилась в два раза. Посмотрите. Какая лёгкая, воздушная. Так. Значит, разбиваем наше яичко. Сюда. Перемешиваем всё. Щепотку соли. Я уже как знаю. Ну, чайную ложечку, да, вот так, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше чайной ложечки. Две пачки ванилина. И одну чайную ложечку разрыхлителя. Не сильно так с горкой. Вот так вот держится. Вот так вот. Всё это убираем. Всё перемешиваем. Тесто у нас прям бродит. Тесто очень хорошее. Посмотрите, какое тесто получается. Так. Масло потом. Тут у нас неполное 250. Сейчас я сделаю ровно 250 грамм. И будем смотреть, сколько у нас выйдет муки. Мука у всех разная, ещё раз говорю. Старайтесь всегда сначала меньше муки делать, да. Даже если у вас, например, вот точная, да, вот, как точно стоит, там, 250-300 грамм. Всегда делайте, всегда чуть-чуть поменьше, да. А потом лучше добавлять. Потому что никогда не угадаете, например, ровно или так. Даже бывает, что в тесте стоит столько, да, в рецепте. А наоборот, надо больше. Или наоборот, вот так вот. Всегда, всегда. Я, например, когда другие рецепты смотрю, у меня никогда точно не получается. Потому что и не получится. Так. Всё. Убираем пока. Тесто должно быть немножко такое, знаете, как плотное. Потому что мы будем с вами выпекать ёлочки. Чуть-чуть сюда вот подвину, чтобы вам лучше видно было. Всё, девчата. Это я убираю. Я всегда вымешиваю рукой. И добавляю сюда масло. Убираю. Оно мне потом понадобится, эта чашечка. Вы уже знаете, кто меня давно смотрит, да. Я всегда доливаю подсолнечное масло в ложечку столовую. И начинаю смазывать чашку и немножко теста. Сейчас покажу, какое тесто хорошее получается. Жёлтое такое вот. Это у нас как к Новому году, да, будет. К Рождеству. Смотрите. Смотрите, какая прелесть получается. И ещё немножечко добавляю муки. Тут у меня 250 грамм. Ну, пускай будет ещё 50 грамм. Так. Ну, и вот так немножечко. Всё. 50 грамм добавлю. Можете в холодильник тесто убирать. Там, например, кто сегодня ничего не хочет печь, там, ему ничего абсолютно не будет. У меня всегда тесто остаётся. Или, например, после съёмок, когда вот я вам сняла видео, делаю я опять допель. И сразу же прячу в холодильник. Когда, например, прихожу с работы, ах, надо что-то по-быстренькому спечь у меня вот сюда вот такое. И я достаю своё тесто. Подписанное уже, например, там, какого числа я делала. И такое вот. Ну, у меня 300 грамм ушло, да, муки. Всё, затираем наши, видите, все. Выходные я работаю. 30-е, 31-е, 1-е. Ребята, посмотрите, какая вот прелесть получается. Вот такое тесто получается. Так, где моя ёмкость? Моя любимая ёмкость, она большая довольно. Так. В этой же чашечке у меня столовая ложка подсолнечного масла. Это я делаю всегда так. Ну, чтобы смазать ёмкость. Всегда смазываю всё. И наше красивое, жёлтое, девчата, тесто. Посмотрите, какая прелесть. Смотрите, оно даже не видно к рукам. Потому что масло втёрли в конце. Так, и поливаем остатки нашего масла наверх. Всё, посмотрите, что у нас получилось. Так, сколько у меня тут показывает? Показывает 600 грамм. Всё. И оставляем в сторонку. Сейчас я его накрою. И пусть она у нас поднимается. Так, посмотрите, теперь, девчата, моё тесто. Посмотрите, какая красота. Минут сорок стояло. Так, убираем полотенечко. Я укрывала его. Но вы только это посмотрите. Легко отходит. Жёлтое, жёлтое. Красивое. Посмотрите. Пупырчатое тесто. Пупырчатое тесто. Так, девчата, всё-таки решили мы с детьми будем делать ёлочки, да? Это можно делать и пирожки, и булочки, и всё, что вы захотите. Ну, просто у нас как праздники, такое что-нибудь праздничное, решили сделать ёлочки. И как раз вам покажу, как их делать. Так, что нам надо? Я вам просто покажу, что можно, да? У меня есть моя варёночка. Но варёную сгущенку я буду с вами делать другое совсем. Потом рецепт будет. Я его каждый раз делаю. Это уже как... Это у нас как в порядке вещей. Так, можно смазывать ёлочку. Вот эти вот. Мне просто тут по полбанки. Мне их надо использовать. Потом нантелей. Варёночка, я сказала, варёной сгущенкой. Ну, и вот эта тоже штука. Она такая кремовая, такая... Оля-ка! Как пахнет вкусно, смотрите. Тоже вот такое вот. Ну. Девочки. Так. Свежее всё сделала. Потом мясо. Ну, у меня... Фарш был, конечно, не мясо. Я сама его не крутила, ничего. Просто уже его как там обделала картофель. Всё туда сделала. Так, ну, давайте будем. Вау, посмотрите. Ну, разве это не сказка? Посмотрите, какая красота. Лёгкая, вкусная, нежная, любимое моё тесто. Очень люблю тесто. Очень. Вообще люблю всю сдобу. Всё сдобное, что вообще есть на свете. Очень люблю. Очень. Мне это нравится. Так, вот так вот. Немножечко. Потому что всё равно прижмём. Ну, посмотрите на эту красоту. Да какая она нежная. Посмотрите. Пахнет. По всему дому. На улице ни души. Я говорю, все после этих вайнактов, сидя дома, отдыхают. Отходят, видать. Так. Ну, что будем делать? Давайте вот так, наверное, разделим. Раз. Будем, наверное, делать небольшие. Два. Посмотрим сейчас. Тут две, тут две. Тут две. И тут две. Можно убрать. Чтобы ваше время как бы не забирать, да? Так, я сделаю это сюда. Это сюда. Ну, всё, девчата, что нам надо, да? Я прямо сейчас буду на бумаге это делать. Покажу вам, как это делается. Хотя бы одну. Чтоб не занимать ваше время. Тесто хорошее такое. На 180 градусов будем с вами печь, да? Минут 30 вот так. Ну, тоже смотрите по своей духовочке. Вот так. Всё. Ну, всё, раскатываем. Уже смотрю, камера хоть включена у меня. А то опять минут 4 проговорю, и у меня ничего не запишется. Ой, какое тесто чудесное. Прям вкусное, вкусное, вкусное с дуба. А завтра я посмотрю по времени. Ещё раз такое же сделаю. И хочу в холодильник поставить. Пускай она у меня там будет. Так. Ну, вот такое вот. Посмотрите. Вот так вот. Кто делал же ёлочку, наверное, знает, да? Ну, вот давайте вот так вот возьмём. Вот так вот. Это уберём. Нам надо будет потом всё равно в песто, да? Вот такая у нас красивая ёлочка. Так. Набираем. Так, девчата, ну, делаем точно такую же. Так. Раз. Два. Потом будет всё равно, у вас всё равно одинаково не получится. Всё равно потом будем ещё обрезать. Вот так вот, например, и вот так вот. А снизу будем обрезать. Вот так вот. Всё. Убираем. И такую же ёлочку сюда делаем. Вот такая вот. Так. Так. Немножко ровненькая была. Вот так вот берем, делаем. Так, и, конечно же, иголочки. Не обязательно все ровно делать. Вот так вот, посмотрите, какая красота у нас получается. Все. Так вот закручиваем. Так вот, посмотрите. Такая красивая у нас елочка. Можно я эту тоже еще отрезать. Так, вот у меня осталось одни. Все. Какое-нибудь украшение сюда сделаем. Вот такое, вот, например. Вот, посмотрите. Вот такая красота получается. И смазываем его яичным желтком и одну столовую ложечку молочка. Все, вот смазываем нашу елочку этой смесью. И пускай она у нас немножко поднимется. Ой, чтобы было лучше видно вам, сюда немножко подвину. Вот так вот, чтобы она у нас приклеилась. Вот так вот, хорошенько. Ну и все. Теперь расправляем это все, как вам нравится. И оставляем, чтобы она у нас поднялась. Ну все. Ммм, какой запах дома. Посмотрите, девчата. Вот сделала я ватрушки еще. Это с цинтом, с корицей и сахаром, да? Вот это я вам показывала розовый крем. Ой, как оно, она прямо аж, знаете, оно очень нежное. Потом это тоже наполовину нунтелли, наполовину этот розовый крем. И вот это тоже. Это корица с нунтелли наполовину. Посмотрите, какая красота, какая вкуснятина. Вот. Ой, они аж нежные-нежные. Их прям вот, они отрываются. Ну и, конечно же, мои елочки. Одну я сделала вот большую. Вот. И одни вот такие вот я сделала тоже. Посмотрите, как они выглядят. Они мягенькие, мягенькие, мягенькие. Так что вот тут вот так вот можно отрывать по одной, да? Они отрываются. Так сделают. Отрываются и кушаются. Так что вот такое холодное тесто. И впереди у меня еще два рецепта. Так что будем с вами встречаться и делать. И хочу пожелать вам всего самого-самого хорошего и доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok